Сложно представить, что испытал Александр, когда понял, что его ключи не подходят к замку от квартиры. Мужчина просаял в подъезде несколько часов, тщетно пытаясь открыть дверь. Все попытки ни к чему не привели. Уже в пятницу 20 апреля Александр договорился с мастером, чтобы вскрыть дверь. Сверлить замок начали с 10 утра. За дверью было тихо. Не то что жители квартиры. Даже соседи не вышли посмотреть, что происходит. Правда, когда шум от работ стал невыносимым, входная дверь все-таки открылась. Александру принадлежит не вся квартира, а только две трети. Сам он живет в другом месте, а эту долю уже несколько месяцев пытается продать. Обычные попытки проникнуть внутрь ничем не заканчиваются. Наталкиваюсь на закрытую дверь, старые ключи не подходят, в том числе те, которые я менял уже. То есть я не могу ни показать потенциальным покупателям, ни с риэлтором как-то договориться. Вот такая некрасивая ситуация. Квартира принадлежала отцу Александра и после его смерти была поделена на три доли. Дедушке, сводной сестре и самому Александру. По наследству одна треть от деда передалась внуку, который уже стал собственником большей части квартиры. Сейчас Александр старается продать собственность. Вся эта ситуация продолжается уже четыре года. Правда, до этого все удавалось решить мирным путем. Однако сейчас ситуация обострилась до предела. Не думал, что до такого дойдет. Хотя, предыдущие попытки решить вопрос мирным путем показали, что, наверное, мирным не получится. И вот, ну, наверное, этого следовало ожидать. Пришлось вызывать полицию, чтобы хоть как-то уладить проблему. Сотрудники правоохранительных органов составили два протокола. И теперь семейная проблема может перерасти в настоящее судебное разбирательство. Пытались договориться. Варианты были разные. Либо совместно продать и, соответственно, разойтись уже деньгами. Либо продать долю. То есть, либо я им продаю, либо они мне продают. На все ответ один. То есть, договориться нам не удалось. К сожалению, подобный случай в стране не единичный. Остается только надеяться, что финансовая сторона вопроса отойдет у родственников на второй план. И все удастся решить мирным путем. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.